Ну и вот это один из микроэнг, который динамично застраивается в последние 2-3 года. Общее количество домов более 60 должно быть построено, более 300 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день построено уже 100 тысяч квадратных метров, 16 на квартире домов введены в эксплуатацию. Конечно, сюда уже заезжают жители, конечно, возникают вопросы, возникают проблемы, поэтому мы приехали сюда их обсудить со всеми застройщиками, которые застраивают позиции этого микроэнга. В первую очередь это вопрос благоустройства, освещения, ну и где-то на взгляд жителей есть нарушения САНПИНов и НОР. Мы эти адреса зафиксировали, проверим, комиссионно выйдем и будем требовать застройщиков исправлять этих ошибок. Но в целом жители обращались уже неоднократно, как я уже сказал, по вопросу освещения улицы, по вопросу строительства пешеходных дорог, и сейчас мы застройщиками это обсудим. Я думаю, что мы компромисс найдем, и в ближайшее время эти вопросы будут решены. В зимнее время это сделать было невозможно. Мы увидели, что по одной дороге сегодня ходят как жители, в том числе с колясками, с детьми, и ездят в строительные техники. Конечно, такого быть не должно. Собственник земельного участка сегодня также с нами прошелся, все это увидел, услышал пожелания жителей микрорайона. Сейчас мы это обсудим. Ну и кроме этого, мы предложили застройщикам участвовать в федеральной целевой программе «Жилище», где за счет выделения средств из федерального бюджета возможно будет построить детский сад и школу на территории этого микрорайона. Сегодня уже Чувашская республика участвует в этой программе. Я уже говорил, надеемся получить финансированное строительство детского сада в новом городе, в микрорайоне «Радужный». У нас есть проекты детских садов. Думаю, что Владимир Леонидович один из этих проектов привяжет к своему микрорайону и оставит проектно-смертный документ. Здесь уже будет устроиться хороший. Если нам город помогает и выделение будет федерального бюджета на школу, на школу в течение. В первую очередь детский сад. Двух-двух с половиной лет будет готово. А детский сад, как вам Алексей Олегович сказал, что через два года площадки приготовлены, а детские сады, три площадки, три дошкольных учреждений должны быть. Что с дорогами? Год-митара, люди, жители микрорайона будут ходить по таким дорогам, в каких условиях? Конечно, Алексей Олегович вам уже сказал, что была зима, это было сложно. Сейчас весной что-то будем решать, летом весной какие-то освещения, может, там пять-шесть столбов. Владимир Леонидович, ты сгражай, лучше журналистам, что сейчас мы с застройщиками... Обговорим, решим... ...садим за стол переговором и примем решение по освещению улицы и строительству пешеходных тротуаров вдоль этой дороги. Саму дорогу построим после того, как введем в эксплуатацию те позиции, на которых мы были. Те стройщиеся позиции. Мы ведь понимаем, что жители, покупая квартиры, хотят увидеть устроенную территорию. Они хотят понимать, когда будет построен детский сад, они хотят увидеть детские площадки, соответствующую инфраструктуру, чтобы были магазины рядом и так далее. Но в целом вот эти все вопросы мы и пришли сюда обсудить.